Матч начался под диктовку команды из Нидерландов. На старте сета гости повели со счетом 6-1. Лишь в конце партии сургутянам удалось достать волейболистов Ориона. Но несколько ошибок подряд не позволили Газпрому оставить этот игровой отрезок за собой. Первая партия, что нам не понравилось, очень плохая дисциплина была на площадке. Именно в плане защитных действий очень плохая дисциплина. В начале второй партии уже сургутяне громили соперника 10-4. Ближе к концовке, сопровождая каждое набранное очко бурным выплеском эмоций, Орион сравнял счет 19-19. Концовку второго сета Газпром Югра провел собранно, сведя к минимуму количество своих ошибок. Результат не заставил себя ждать 25-21. В третьем сете равная игра продолжилась. Победители определили Александр Чифранов и Денис Игнатьев 26-24. Сюрпризом для нас стало появление у соперника нового связующего, которого мы не видели. С его помощью сургуту удалось навязать свою игру и победить. Проиграв две важные концовки, команда из Нидерландов опустила руки. Волейболисты Газпром Югры не давали Ориону дышать. Работала защита, очки регулярно набирались на блоки. Итог 25-13. Победа сургутского коллектива в четырех парке. Мы нашли у них проблемы на приеме. Стали выбивать раз за разом. У нас заработал блок. Заработал блок. Для них, конечно же, стало намного сложнее играть. Плюс еще пару мячей в защите достали. Поздравляю сургут с победой. Через неделю мы будем готовы продолжить борьбу в этом розыгрыше. Ответный матч, который и определит имя четвертьфиналиста, состоится 31 января в Голландии. Победитель в следующей стадии встретится с лидером пары Карловарска и Биогаз. Дмитрий Круковец, Николай Сапожников. Сургут интерновости. Дмитрий Круковец, Николай Сапожников.